Приветствую вас. Ответ на вопрос, который вы задаете, откроется, как это не парадоксально звучит в самом вопросе. Вы связываете свою активность в интимной сфере с полноценностью, с собственной полноценностью. И мне думается, что проблематика в первую очередь заключается в этом, что для вас интимность-полноценно. То есть, может быть, вот эта возможность быть полноценной, возможность стать полноценной. И мешает вам, собственно говоря, испытывать какие-то ощущения приятные, потому что... Слишком много поставлено на карту, скажем так. С другой стороны. Ага, может быть, у вас подавлено это чувство. Подавление его, скорее всего, наступило где-то в детстве, в подростковом возрасте. Тут нужно смотреть. Наконец, дальше. Что, вероятно, вы не совсем полностью доверяете своему мужчине. Не совсем полностью его... Ну, не принимаете. Принимать вы его может, может быть, и принимаете полностью. А вот не совсем пускаете его в свой внутренний мир. Вероятно, какие-то моменты вашего внутреннего мира для него остаются закрытыми до сих пор. И вы, в свою очередь, из-за этого не считаете для себя возможным полностью раскрыться перед человеком. А это очень важно. Вот, в принципе, такие моменты можно выделить. Конечно, здесь еще есть чисто интимная сторона. Да, но здесь вам лучше к сексологу обратиться, чтобы именно этот специалист вам помог. Если его помощь вам необходима. Такой ответ я могу вам дать. Также мне показалось, что вы как-будто чувствуете себя виноватой. Перед молодым человеком. Мол, вот, ты достоин большего. Мол, вот, я такая вот какая-то неполноценная. Ты со мной страдаешь, страдаешь. Ты со мной мучаешь и так далее. То есть вот такой аспект еще есть. Чувство вины редко, когда идет на пользу. Ну, именно нездоровое. Здоровое это чувство вины. Ну, понятно. Оно необходимо. Ух ты. Такой вот момент. Момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. До встречи. Удачи. Удачи. Удачи.